ну и чтобы раскрыть нашу тему дофаминовая яма давайте посмотрим небольшое короткое видео что же мы видим в нем что же можем такого видеть относящиеся к яме ну так это на самом деле самое прямое сливание дофамина когда вот этот человечек стреляет вот этой зоне да там где циферки эти уменьшаются это тот самый ага эффект который грубо говоря и заставляет нас вырабатывать этот самый дофамин и когда играют в такие игры долго вы чувствуете как будто вы чуть ли не поработали потому что энергии много слилось потому что вот эти постоянные скачки дофамина вот это получение ага эффекта оно сильно влияет на ваше психологическое состояние энергическое состояние давайте разберемся что это за ага эффект и как он получается для начала расскажу эксперимент его при проводили над обезьянами и давали то есть такую задачу в доску которая вставляется фигурки там квадрат треугольник круг и так далее ну то есть не круг да там такая штука длинная вот это все вставляется то есть в эти отверстия и подключали сенсоры к мозгу и в какой момент выделялся этот самый дофамин то есть никогда обезьянта получала задание или когда вставляла а когда она после поиска находила это отверстие и в этот момент в момент так сказать помещение туда фигуры она и получала вот этот дофаминовый всплеск никогда вставила такая оптипа результат нет а когда она то есть производила это действие после того как нашла этот отверстие вот это в это короткое время давайте еще на других примерах это разберем например тик ток да человек открывает тик ток ну от мозга приходит задание посидеть в тик токе вы открываете тик ток не вы лично кто-то там любой я открываю тик ток неважно и мы ищем какое-то ну что-то ищем давнюю какую-то интересную информацию и когда мы видим какой-то видеоролик мы пытаемся понять смысл в момент когда мы этот смысл поняли отсюда и до конца логики которая там присутствует мы получаем этот ага эффект после мы просто получаем опыт то есть ничего по сути да в конце просто знание но именно вот в этот ага эффект мы и за этим ага эффектом мы и охотимся потом следующее видео та же самая петрушка следующее видео и когда таких много видео естественно тот же самый дофаминовый как сказать вулкан постоянно извергался и мы опустошены в итоге получаемся если долго это делаем там час-два потом вспоминаем что нам надо еще там что-то делать а у нас уже энергии не так уж много вот из-за этого суета например могу рассказать на примере допустим ставок на спорт ставки на спорт сейчас в какой-то мере популярный та же самая технология человеку приходит мысль задание так мне нужно что-то поставить дальше он открывает там приложение и компьютере да как то ищет и поиск где же там это самая выгодная ставка он находит эту ставку вот она ага эффект начинается он находит ставит деньги да там куда ставку делает и именно от этого момента и до момента разыгровки до этой ставки то есть идет тот самый ага эффект ты постоянно находишься как бы на этом заряде типа у меня же там стоит ставка вот у нога эффект и когда мы получаем ну там выигрыш или наоборот проигрываем то есть в любом и в том в том случае как бы все у нас обнуляется да мы получили какой-то выигрыш но радуемся мы этому недолго тут намного дольше происходит и намного ярче а почему там многие коучи то миллиардеры миллионеры говорят что главное это не то чтобы главное а путь тоже чрезвычайно важен даже больше чем цель потому что вот он ага эффект то есть вы зарядились целью вы к ней идете идете день и за дня вы им заряжаетесь этой целью эти цели вы заряжаете вы они думаете осмысляете мечтаете и когда вы получаете вы получаете результат хорошо если цель была по-настоящему хороша вы можете этим результатом какое-то время наслаждаться но что происходит вот когда люди например меняют машину за машин они стремились к этой машине так долго ее вожделили так сказать были на дофаминовом всплеске да когда думали вот 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 Вот, вот сейчас, сейчас, сейчас я ее куплю, покупали, день, два, три, месяц, все, уже садитесь, думают, ну и что, ну купила эту машину, ну и что. И вернемся к нашим играм, к тому ролику, который я, грубо говоря, продемонстрировал. Это тот самый ага-эффект, на котором многие-многие мы виснем, и это касается как и цифрового мира, так и физического. И принцип такой, что мы можем определить это и в отдых, но на самом деле это вот, это не отдых. Отдых это когда мы находимся в спокойном состоянии, но тут в спокойном состоянии особо и не пахнет, так скажем. И почему дофаминовая яма, дофаминовая яма, там где взять энергию на золотую тему, потому что вот это как раз-таки тот самый слив, когда мы именно перегибаем, как сказать, в тех делах, цифровые это дела или физические дела, перегибаем по времени, долго в них находимся, и по итогу мы сливаем энергию и понимаем, что мы ее слили зря. То есть смотрите, какой итог. Основные сливы я записал, что в цифровом мире мы сливаем энергию, и в физическом мире мы также ее сливаем. А сливаем мы за пределами нашего колеса баланса, то есть над финансами мы работаем в физическом мире, да, над финансами мы работаем, 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 не важно где, в цифровом или в физическом мире мы работаем, работаем, понимаем, что мы не уделили время семье, ни здоровью, ничему, перегнули палку, уделили слишком много времени, да, иногда ситуация заставляет, но мы не берем это в расчет, когда ситуация стабильная, нормальная у нас. Возвращаемся к нашему же колесу баланса, то, что мы должны именно им заниматься, То есть заниматься именно путем, путем в счастье. Путь в счастье. Это тот самый эффект, тот самый, когда мы будем налаживать свои именно сферы жизни, когда мы будем постоянно в пути именно этой наладки, когда мы поработаем над финансами, когда мы побудем с семьей, когда мы поработаем над своим здоровьем, над своим, так сказать, внешним обликом. Вот это по-настоящему нас постоянно будет приводить в тот же самый эффект, только этот эффект будет намного благоприятнее сказываться в нашей жизни. Все-таки посмотрите все мои видео, пожалуйста, по несколько раз. Я вам точно говорю, это вам и сложит картину полностью, как же все-таки быть счастливее в этой жизни. Даст много понимания. И, конечно же, познавайте другую литературу, которая по этим вопросам помогает. Давайте же еще раз я пройдусь, указывая, так сказать, на понимание важности. То, что мы должны работать как с физическим миром, так и с внутренним, но работать с правильной картой этого мира и картой понимания себя правильного. То есть мы должны понимать и осознать, что работать мы должны в хорошем состоянии, в нейтральном, над всякими ситуациями. Это первое видео. Второе видео, то, что мы колесо баланса, для чего должны держать внешний наш порядок, для того, чтобы у нас внутри было хорошее состояние. Дальше мы, я и мир, следующее видео было. Это видео о том, кто я на самом деле и что нужно изучать мир постоянно и, так сказать, вносить в себя коррективы. Тогда мы лучше будем существовать на этой карте. Кто же такой я, сознание и мозг? Очень конкретное видео по этой теме. Акцентры, результаты действия, как нам достигать цели, то есть это тот самый, та самая часть нашего механизма достижения цели, который нам именно поможет их достигать. Очень важное видео, шестое, управление мыслями, чуть не самое важное, которое я достаточно хорошо разложил, изложил, двух видео, оно состоит, тоже очень важно посмотреть, и это как раз-таки работа с внутренним я. Управление энергией, седьмое видео, и то, что сливает нашу энергию, сливает переизбыток нахождения нас в каких-то либо бесполезных для нас сфер, ну, с целью пользы для нас, как для индивиду, для человека, либо чрезмерное просто нахождение за пределами наших каких-то сфер. Ну, все, думаю, резюме хорошее получилось, теперь, внимание, кто досмотрел до конца, очень важная информация, следующее мое видео будет, так сказать, дополнить, очень большим, хорошим дополнением к этим всем видео, чуть ли не в половину важности, оно, ну, как сказать, в половину важности целого оно является, то есть это очень хорошая составляющая. И следующее видео, оно, кстати, будет всего один день доступно, потом я ограничу к нему доступ, потому что я считаю, что такую информацию давать, мягко говоря, не нужно, да. Нужно хорошее, так сказать, иметь осознание, сознание, что происходит вокруг, и эта информация может достаточно-таки отрицательно воспользоваться, да, нейтральное такое слово применение. Все, надеюсь, было что-то полезное, как всегда, всем счастья, всем всего хорошего, давайте, до новых встреч, рад был полезным, быть полезным. Пока-пока.